Мы сегодня будем принимать резолюцию нашей конференции. Я думаю, вот эта идея насчет организации 200-летия, мы включим ее в резолюцию. И я думаю, что именно с вашим историческим обществом наши и историки, и организации. Есть у нас представители шести вузов. Аминь. Шести вузов. Ну и, конечно же, наш институт истории представлен заместителем руководителя. То есть здесь есть большой потенциал. Мы можем совместно с вами, здесь есть общественники, несколько общественных организаций создать. И в том числе пригласить церковь нашу к сотрудничеству. Сегодня, как видите, очень активно наша церковь участвует в этих мероприятиях. Поэтому мы можем создать какой-то оргкомитет совместный. И работать у нас времени не так много, всего 5 лет. Да, работаем много. Да. Знаете, сегодня вот вы сказали, Александр Владимирович, что совпадает вот наш день и начало определенного процесса в Беларуси. Сегодня еще одно интересное совпадение. 25 лет назад между Арменией и Россией был подписан договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, который стал основой наших будущих союзических отношений в юридическом плане. Основа-то она создалась 195 лет назад, когда Ушаканская битва была. А в юридическом плане как межгосударственное отношение. Поэтому я хочу слово передать представителю посольства Российской Федерации, в Республике Армении, секретарю посольства Денису Назарову. Пожалуйста. Здравствуйте. Уважаемый Айк Борисович, Константин Ильич, Дмитрий Петрович, уважаемый чрезвычайный полномочный посол Беларуси Александр Владимирович. Я хотел бы поприятствовать от лица посольства, от чрезвычайного полномочного посола Российской Федерации в Республике Армения Сергея Павловича Копыркина, а также от всех сотрудников посольства, за организацию, за приглашение, за все, что вы сделали, уже проработали для организации и приглашение гостей. Как уже сказали, в этом году исполнилось уже и 17 августа по старому стилю, и сегодня, 29 августа по новому стилю, 195 лет Ашиканского сражения. Победы русского войска, 3000-го и армянского отряда против... В 10 раз превышало 30 тысяч, персидское войско было. Это замечательное событие. Сила, духа армян и русского войска под командованием Афанасия Ивановича Красовского смогли преодолеть и победить такое превосходящее войско. И победа, как известно, если посмотреть географически, то это проходило буквально несколько километров от святыни всех армян, святой Ичмиацин. Поэтому, помимо того, что смогли одолеть войско, смогли защитить главную святыню армянского народа. Это святой первопрестольный Ичмиацин. Я хотел бы немножко зачитать слова католикоса, которого мы сегодня почтили могилу, память его. Еще тогда он говорил, что в благодарность русским воинам необходимо чтить заветы всем армянам. И стараясь изъявить его слова, стараясь изъявить признательность спасителям своим и передать память незабвенного дня сего позднейшему потомству из рода в род, из века в век и по утверждению патриарха, в сей день ежегодно должны отправлять во всех армянских церквах благодатственное молебствие Богу силу. Прекрасные слова, которые олицетворяют дружбу, благодарность русскому народу, благодарность во имя союзничества, братства между русскими и армянами. Несомненно, это было историческое событие. Оно показало, что два братских народа могут совместными усилиями предоставить любые препятствия. И тогда, и сегодня. Давая память погибшим героям, патриотам России и Армении, вспоминая заслуги генерала Красовского, храбрость офицеров, солдат и ополченцев, стойкость духовенства и мирных жителей Эджмиоцина, мы и сегодня вдохновляемся их самоотверженностью, героизмом, любви и преданности родными. Я считаю, что и сегодня нужно учить молодежь, наше будущее поколение, и сегодня, и завтра, что именно вот таким основам гражданственности, защиты национальных ценностей и идеалов. Как говорил уже чрезвычайно помощный посол Беларуси Александр Владимирович, крайне важно, так сказать, сохранять историческую правду и бороться с фальсификацией. Очень много в различном пространстве, в газетах, в СМИ, различных СМИ, говорится о новых попытках, о попытках переписать полностью историю. И крайне важно сегодня совместными усилиями, как говорил Константин Ильич, проводить исследования, которые могут помочь сохранять эту память и передавать из поколения в поколение то, что было на самом деле, то, что происходило. В завершение я хочу пожелать всем присутствующего крепкого здоровья, всем нам мира и удачи, новых исследований, новых открытий. Спасибо. Спасибо большое. Вы совершенно очень правильно и своевременно отметили важный момент. Это противодействие фальсификациям истории. Сегодня история, конечно, не политическая наука, но некоторые ее превращают в политическую, не науку, а политический инструмент для проведения каких-то действий. Что-то умалчивается, что-то искажается, что-то фальсифицируется. И в итоге сегодня вот такая дата важная. И, к сожалению, не все, далеко не все, и вот говорил Константин Ильич в России, как-то вот сейчас пассивная эта тема, да, в Армении. Вот на самом деле же защита восточно-христианской цивилизации, если мы так более широко посмотрим на произошедшее событие, оно имеет важное значение сегодня. Сегодня у нас в зале, вот я посмотрел, представители, руководители и представители семи партий, да, армянских партий. И это тоже очень символично. У нас представитель парламента, депутат Айкмамиджанян и представитель республиканской партии. Вот. И это все очень, очень на нас ложится большой ответственностью. То, что мы сегодня делаем, для того, чтобы мы не просто поговорили и разошлись, а для того, чтобы мы притворяли в жизнь те идеи, которые здесь выскажутся. Спасибо.